привет всем дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале и сегодня мы с вами поговорим о японском золоте японское золото ребята это toyota особенно особенно судя по всему это все что имеет своем названии словосочетания land cruiser но согласитесь все что называется крузаком так или иначе дорого так или иначе не падает в цене или так или иначе всегда имеет какой-то спрос на рынке и спрос этот очень большой я задался такой целью 10 дней назад я посмотрел сколько на рынке стоит крузаки особенно мне было интересно сколько стоит 150 к потому что 200 к появился уже 300 и то есть его анонсировали он уже есть некоторых странах он уже свободно продается и там как бы цены уже плюс-минус люди понимают плюс те кто хотел купить 200 к он уже купил тот кто не успел но тот как бы уже не успел потому что все время как говорится упущено но 150 прадик который еще есть который еще даже не появился вот он меня интересовал больше всего и я вам могу сказать что за 10 дней за 10 дней минимальная и максимальная стоимость нового автомобиля бэ ушки я не брал потому что ну на бэ ушка она подтягивается обычно чуть позже но за 10 дней после ну презентации скажем так двухсотки прадик минималка стоила 3 300 ну это просто я открыл грубо говоря ресурс один по объявлениям автомобилей посмотрел сколько там стоит минимальная самая машина самая в россии вообще машина стоила 3 300 3 300 на данный момент она стоит 3 370 и причем следующая машина которая стоит уже стоит 3 582 то есть представляете минимум на 70 а если взять максимум то 400 точнее 282 тысячи подпрыгнул ценник но машина в максималке то есть в самом 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 топе стоило также 10 дней назад 6 миллионов 50 тысяч рублей сейчас самая дорогая стоит 6 200 при всем при этом казалось бы доллар в цене падает евро в цене падает то есть казалось бы нету никаких предпосылок того что это все делать точнее машин начинают расти но тем не менее они растут то же самое касается и 200 крузаков то же самое касается лексусов то же самое но его и лексов и гексов но самое интересное в чем люди увидев что собой представляет новая трехсотка ну кому-то понравилось кому-то не очень понравилось но многие стали понимать что скорее всего когда придет рестайлинг точнее рестайлинг когда придет новая модель 150 ки там тоже все достаточно серьезно изменится и многие там говорят что рама уйдет там еще что-то с него уйдет честно говоря не знаю насколько это правда не правда но вот что с него точно уйдет я так считаю так это четырех литровый двигатель и скорее всего так считаю не один я потому что купить сейчас на данный момент четырех литровый прадик новый но я обзвонил два ближайших крупных города то есть волгоград саратов на данный момент нету автомобиля чтобы вы можно было прийти и купить четырех литровым мотором везде идет ожидание от месяца до четырех то есть представляете да какая на них очередь почему так сложилось ну люди поняли что четырех литрового мотора скорее всего в прадике не будет когда выйдет новый и они решили все-таки взять 150 ку самым ну мне кажется это вот это вот 150 к я уже говорил в предыдущем ролике вот это 150 к это будет самый топ ну скажем так сама его вершина всей всех вообще модельного ряда но это лично мое мнение как бы никому не навязываю но самое интересное если подумать какие же моторы будут ставиться на прадик тут все ну еще грустнее наверное чем с 200 к я почему я вам сейчас объясню и так друзья давайте попробуем предположить ну какие моторы будут ставиться на новый 100 ну 180 кузов как его называет прадика но тут в принципе еще нет никакой информации даже такой какой-то расплывчатый все кто-то что-то говорит говорят что там он будет без рамы там без моста еще какую-то ерунду ну конкретно подтвержденной информации нет поэтому я смогу только предположить но мне самого будет интересно сколько я угадаю начнем с самого большого 1 гр мотор который уже почти 20 лет этот мотор на конвейере он еще начался со 150 прада его начали устанавливать и до сих пор его ставят даже ставили его на 200 крузаки которые шли в арабом и есть еще такое как есть такая информация что вроде как и сейчас на трехсотку его тоже будут ставить и поставлять арабом но это еще не точно это пока такая информация не особо проверенная но вернемся к прадику на что можно поменять четырехлитровый мотор ну судя по тому как получилось двухсоткой это будет какой-то турбо движок вряд ли это будет какой-то новый и свежий но на самом деле тойота давно уже начинает свои новые модели потихонечку оснащать не скажу чтобы надежными но более современными моторами к примеру на тойоте сия через стоит мотор 1 и 2 turbo но вряд ли такой мотор поставить на прадик на прадик скорее всего поставят мотор сейчас я гляну как он называется уже забыл вылетел из головы 8 rfts 8 rfts это мотор который ставился начал ставиться в семнадцатом году и начал ставиться на lexus на rx на самые его простенькие комплектации он ставился на lexus nx и он даже ставился на ну по мы до сих пор продолжать ставится на toyota crown это такая большая большая баржа это сам большой седан в линейке toyota ну скажем так королевский седан который они выпускают только для своего рынка что это мотор и себя представляет этот мотор представляет себя двухлитровую рядную четверку с турбонадуум которая выдает 245 лошадиных сил в общем-то неплохой крутящий момент я бы предположил что именно такой бензиновый двигатель в топе будет стоять на новом кузове prada идем дальше дизель возможно на мой взгляд оставит 2 и 8 который есть достаточно свежий мотор который ну как вам правильно сказать мне кажется еще должен постоять на конвейере он еще ну свой срок скажем так не отходил и самое интересное это гибрид toyota уже начиная с 15 года но если мне память не изменяет очень 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 активно оснащает свои автомобили вам ушка залетела свои автомобили гибридными силовыми установками причем неважно этот дорогущий седан либо недорогая toyota corolla то есть совершенно без разницы любая машина любого класса может быть на гибриде владивосток уже давным давно катается на гибридах и в этом нет ничего страшного то есть это вполне себе надежные агрегаты но скорее всего на праде как я предполагаю пойдет мотор а 25 а он называется это 2 с половиной литровый он также ставится на крау маджеста то есть это большой седан но достаточно неплохо возит думаю что такой же мотор в общем то могут поставить в виде гибрида на новый кузов prada еще один феномен который хочется сказать обычно всегда когда меняется какая-то модель то есть уходит старая приходит новая как-то пытается производитель всегда напихнуть напихать максимальное количество опций автомобиль и даже немножечко сбросить цену чтобы перед выходом новой модели все-таки старую уже уходящую модель кто-то еще брала не ждал новую модель стоит и все наоборот производитель практически там особо ничем ее не улучшает но дилеры накручивают то есть я не думаю что завод тойота накручивают цены дилеры поднимают цены до такой степени что они понимают что есть спрос и спрос он не то что есть он бешеный и тут обратная реакция если обычно в других марках то есть цены падают и самый жир и все наоборот ждут когда будет смена модели чтобы купить вот та которая есть в максимальке там с максимально возможными опциями но за низшие за меньшие деньги здесь такой вообще не прокатывать здесь наоборот чем ближе чем ближе как это тот момент когда будет смена тем дороже становится предыдущая модель ну это скажем так это такая вот особенность крузаков и так друзья мои вот такой прогноз вот такая информация уж не знаю насколько будет он правдивый но мне кажется что с моторами все-таки я должен угадать ну а сейчас 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 берите 4 литра пока дают но это лично мое мнение было бы у меня возможность купил бы 4 литровый даже не заморачивался на мой взгляд это на данный момент размер автомобиля силовая установка налог внешний вид и все остальное на мой взгляд это сейчас самый оптимальный автомобиль да конечно цену на него очень сильно взвинтили как и на все toyota но как мы сами прекрасно знаем toyota эта машина которая всегда держит цену и мало того эта цена всегда то есть она ликвидна их за эти деньги покупают то есть не то что цену задрали она стоит годами нет они очень быстро уходит поэтому toyota это японское золото которая как говорится в которую можно вложиться и через какое-то время ну как минимум не потерять как минимум остаться при своем но на этом на сегодня все кто смотрел большое спасибо кому понравилось лайк не понравилось дизлайк понравилось подписывайтесь на канал и помните не бывает плохих автомобилей бывают только плохие хозяева всем пока